Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Уверен, что среди зрителей и среди подписчиков, что ты хочешь, мяса нету, среди зрителей и среди подписчиков найдется немало противников белого хлеба. Но также практически уверен, что найдутся сторонники, такие как я, которые любят такой вот советский обычный нарезной батончик нарезать, сверху маселца, потом медика и щаечком. Ну или в каких-то других там с бутерами, например. Поэтому сегодня хотим вам предложить рецепт нарезного батона. Это не рецепт по ГОСТу, это рецепт адаптированный Ларисой для простых домашних условий. И в результате мы как бы будем готовить его в духовке, не в хлебопечке. Рецепт достаточно простой. Вот будет такой простой домашний нарезной батон. Давайте друзья по ингредиентам. Мука. Какая мука Ларис? Пшеничная высшая сорт. Я кстати так и думал. Молочко, сливочное масло, яичко, сахар, соль и хлебопекарские дрожжи. Конечно очень много людей считает, но я в том числе считаю, что дрожжи достаточно не экологичный, наверное не лучший продукт для здорового домашнего питания. Но тем не менее я не очень люблю хлеб на закваске, мне больше нравится дрожжевой хлеб. Ну чем-то надо жертвовать. В любом случае мы-то добавляем только дрожжи, а в магазинные батоны, я думаю, сейчас всю таблицу Менделеева добавляют. И там муку надо еще поискать. В общем, друзья, давайте приступим по-быстренькому. Сейчас заделаем классный домашний батончик. В очередь для того, чтобы активировать дрожжи, приготовим такую самую простецкую опару. Возьмем молочко, туда сахарочек. Молочко тепленькое. Какой температуры, Ларис? Ну где-то 37-38 градусов. Ну вот, все ясно, понятно. Я, кстати, так и думал. Хорошенько размешаем сахарок, чтобы он полностью растворился, для того, чтобы для дрожжей создалась хорошая питательная среда. После того, как сахар полностью растворился в молоке, высыпаем на поверхность молока дрожжи. Ждем несколько минут для того, чтобы дрожжи регидрировались, то есть впитали в себя влагу. После этого хорошенько перемешиваем и оставляем на 10 минут, желательно в теплом месте. Сразу не мешаем, потому что дрожжи возьмутся комочками и им будет сложно активизироваться, то есть когда они в комке. Надо, чтобы они хорошенько промокли. Через 10 минут на нашей импровизированной опаре уже вот такая вот шапочка поднялась. Займемся приготовлением теста. Вбиваем яйцо, вносим в него соль и хорошенько взбиваем. Наша задача, чтобы полностью смешать желток с белком, чтобы не осталось, знаете, как говорят этих, не хочу говорить. Ну, в общем, чтобы оно получилось однородным. Взбитое яйцо вводим в тесто, вернее не в тесто, а в импровизированную опару. Хорошенько перемешиваем. И по поводу муки, друзья. Лариса сейчас будет муку просеивать сразу же чашкой. Если нет такой чашки, естественно, муку надо заранее просеять перед тем, как вносить. Почему? Потому что, ну, во-первых, в муке бывают какие-то инородные предметы, хотя сейчас это редкость. Это больше было во времена моего детства, в 80-е годы бабушка там находила какие-то гвозди в муке. Бабушка всегда пекла хлеб. И вторая причина, по которой мы просеиваем муку, это для того, чтобы тесто получилось воздушным. Часть муки вносим в опару и хорошенько размешиваем. Вначале вымешиваем все ложкой, естественно, но надо быть готовым, надо подготовить досточку и быть готовым к тому, что хлеб не испечь, так сказать, не извозюкавшись в муке с головы до пят. У нас с Ларисой есть одна знакомая. Вносим растопленное сливочное масло. И опять перемешиваем. У нас с Ларисой есть знакомая, которая говорит, вы знаете, я даже сырники из муки не делаю, потому что если я что-то начинаю на кухне делать из муки, то в муке не только вся я, но и вся кухня, и вся квартира. Вносим оставшуюся часть муки. Волшебная кружка у Ларисы. И опять-таки хорошенько перемешиваем. Насколько это возможно, вымесили тесто ложкой и теперь переходим уже к настоящему вымешиванию теста. Друзья, без рук хозяйки или хозяина любого пекаря хлеб не получится. Ну, в магазине, конечно, получается на хлебокомбинатах, но я считаю, что настоящий хлеб – это хлеб, сделанный руками. Вот таким вот образом вымешиваем тесто достаточно долго, где-то в течение пяти минут. Наша задача, чтобы оно стало упругое и вообще перестало прилипать к рукам. То есть вымешивать надо долго, и этот процесс вымешивания, он очень-очень важный. Тут как бы его пропустить никак нельзя. Нам надо еще муки добавить. Сейчас. Если видите, что тесто мягкое, можно добавить немножко муки. Оно должно быть такое очень-очень упругое. Ну, точные пропорции всего, всех ингредиентов на один батон вы найдете в описании видео. Естественно, в текстовом виде рецепт будет в описании видео. И также в нашем текстовом блоге, на который можно перейти с нашего YouTube-канала, будет пошаговый рецепт с фото. Если вам, допустим, неудобно готовить по видео, вы можете открыть видео, посмотреть, а открыть пошаговый рецепт с фото и уже по этому рецепту готовить хлебушек. Вот таким вот образом вымешиваем в течение пяти минут. Через пять минут имеем вот такой вот колобочек. Помещаем его в любую посудину, накрываем сверху крышечкой, можно чистеньким полотенцем, а можно пищевым стретчем, пищевой пленкой. И в теплое место на два часа наш батончик будет подходить. Увидимся, друзья, через два часа. Через два часа тесто подошло. Я всегда удивляюсь, для меня это волшебство, когда тесто становится в три раза больше, чем его положил. Теперь его надо обмять. Лариса сейчас покажет, как это сделать. Котейка просит колбасы, а колбасы нету, есть только тесто. Теперь раскатаем тесто. Ты вообще, Ларис, досточку не посыпаешь? Оно очень такое эластичное. То есть оно вообще не прилипает, ничего не надо... Не подсыпать, не смазывать, ничего не нужно делать. В общем, просто раскатываем на досточке. Лариса нам показывает, как. Я первый раз, кстати, вижу, как она батон делает. До этого я его только пробовал. Ну, теперь скатываем. Лариса, ты уверена, что это батон получится? По-моему, это какой-то крученок. Крендель. Мы же пообещали приготовить батон зрителям. Это у нас получится самый настоящий батон. Да? Отлично. А вот эта структура на нем не останется? Он еще сейчас, пока мы его поставим еще на расстойку. Понятно. Давай-давай-давай. Мы защипываем краешки. Да. Защипываем все краешки. Ага, то есть и вот эту штуку тоже защипываем. Скоро у нас уже будет духовка с функцией расстойки теста. Лариса будет радоваться этому. Потому что сейчас она играется. При какой? Где-то при температуре 30 градусов, да, оно должно расстаиваться? Да. Лучше всего при температуре именно 30 градусов. Вот так вот выкладываем эту колбасу, друзья, на противень. Швом выкладываем вниз. Ну, да. Я бы тоже так и сделал бы. Ну, на всякий случай. Ну, конечно, сказать надо. И ставим его, ну, вот смотрите, можно, если у вас очень тепло в квартире, можно возле батареи. Мы же делаем как? Лариса там раз в 15 минут на пару секунд включает духовку. И таким образом в духовке держится температура 30 градусов. Помещаем его, ну, в общем, тесто должно расстаяться в течение часа. Вот так вот накрыли его и при температуре 30 градусов отправляем его на ростой. А после этого начнем выпекать. Ну, не выпекать, конечно, мы еще некоторые манипуляции сделаем. Через час мы подготовили духовку. Разогрели ее до температуры 220 градусов. И на дно духовки поставили емкость с водой. Можно использовать второй противень или сковородку. Нарезаем наш хлебушек вот такими вот движениями. У нас же нарезной батон будет. Как он нарезается классно. Подрезать, чтобы равномерно было. Ты не глубоко нарезала? Ну, вот это нужно. Посмотрим уже, как будет. И отправляем его в духовку. Первый этап выпекания с емкостью с водичкой будет длиться 20 минут. Я в любом случае включаю секундомер, чтобы точно контролировать время. Давайте повторим. Духовка разогрета до 220 градусов. На дне духовки стоит емкость с водой, либо противень. В нашем случае старая сковорода без ручки. На 20 минут помещаем батон в духовку. Через 17 минут извлекаем емкость с водой и смажем наш батончик. Мы приготовили такую штучку. Значит, яичко взболтали, ложечку водички и сколько сахара? Щепоточка сахара. Вот такой вот болтушечкой смазываем наш батончик. Чтобы он у нас был красивый такой, как положено быть батону. Я сбрасываю секундомер. Видите, какой он уже подрумянинный. Красавец какой. И помещаем его в духовку. Еще где-то я опять включаю секундомер. В районе 10 минут. Но точное время мы вам скажем по окончании выпекания. Прошло 13 минут. Батончик готов. Вот такая вот красота получилась, друзья. Оставляем его при комнатной температуре остыть до утра. А утром будем дегустировать. Еще такой немаловажный момент. Свежий испеченный хлеб не ложим на какую-то поверхность. Лучше его вот так вот разместить на решеточке. Накрыть чистым полотенцем. И вот таким вот образом, чтобы он отдыхал. Друзья, завтра утром разрезаем и дегустируем. Батончик полностью остыл. Давайте его разрежем. Посмотрим, что тут у нас внутри. А потом попробуем. Внутри все отлично. Сейчас покажу крупным планом. Посмотрите, друзья. Типичный батон. Но вот реально он по внешнему виду, конечно, он значительно. Он очень вкусно пахнет. Я уже глотаю слюнки. Реально пахнет очень вкусняче. Ну и сейчас небольшой мастер-класс по поводу того, как вкусно есть батон. Мастер-класс, друзья. Берем домашнего маселца. Чик намазываем на батончик. Оно только из холодильника плохо мажется. Сверху медика. Самый вкусный батон в мире. Мои самые любимые бутерброды. Честное слово. Если вы так не пробовали, попробуйте обязательно. Вот такая. Теперь о самом батоне. Очень нежный. Очень сильно отличается от магазинного батона. Реально очень сильно. Я не знаю, за счет чего это и что сейчас добавляет в магазинный хлеб. Ну просто для меня это загадка. Но домашний хлеб, он совершенно другой. Просто совершенно. И естественно мы верны своей миссии, друзья. Мы призываем вас. Переставайте покупать всякие нехорошие продукты в магазине. Вы видели? Этот батон всего активного времени на его приготовление уходит 40 минут. Но можно же его сделать не один. Можно сделать 2-3 штуки. Мы вот Лариса печет, допустим, хлеб. Она печет 2-3 буханки. Нам хватает на 4-5 дней совершенно спокойно. Мы едим отличный вкусный домашний хлеб. Его надо замесить, чуть-чуть потратить времени, потом подождать. Потом сформировать, подождать. Но в принципе активного времени вы потратите с учетом выпекания максимум час. А если как бы вы во время выпекания чем-то заниматься, то и того меньше. Поэтому с удовольствием мы вам представляем рецепт батона. Он значительно вкуснее магазинного, значительно полезнее, значительно дешевле. Но он действительно мега вкусный. Правда. Попробуйте, вы не пожалеете. Если у вас есть какие-то вопросы, естественно, задавайте их в комментариях. Мы на все комментарии с Ларисой отвечаем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх, если видео понравилось. И не пропускайте наши новые рецепты. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...